Клавдия Максимовна Чередниченко уже не первый раз становится героиней программы «Городская среда». Еще в конце прошлого года мы побывали в доме на Буденновском 105-10, в гостях у участницы Великой Отечественной войны. Она обратилась в редакцию с криком о помощи. С лета ее квартира была фактически затоплена. В одной из комнат не было света. Причина всех бед – давно текущая кровля полувекового дома. Прошедшая всю Великую Отечественную, она бережно хранила переписку с управляющими компаниями, жилинспекцией и чиновниками. Когда в молодости сражалась за родину, даже не думала, что в 91 ей предстоит еще один бой за крышу над головой. Каждый день после дождя вот такая у нас картина. Течет вода, тазиками собираем, выливаем, полы все вздуты у нас, окна тоже скоро, наверное, вывалятся все, потому что течет все. Практически весь дождь в квартире. Вы сами видите, что все это течет и все это капает. Три года назад мы сделали ремонт, и вот что с этого ремонта все осталось, сами видите. Поэтому я даже не знаю, что здесь делать. После съемок программы мы связались с управляющей компанией. Сотрудник объяснил, во время сильного урагана мягкую часть кровли полностью снесло, отремонтировать крышу пообещали к Новому году. Когда уже заняло полностью квартиру, полностью квартиру, и приехало телевидение, вот тогда они прибыли. Они тогда прибыли, сказали, что мы вам сделаем ремонт. Сделаем ремонт. Ремонт они действительно делали, наклеили обои. Вот здесь на потолке наклеили, там комнату оклеили. Вот на этом их миссия закончилась. Но, как оказалось, на этом мучения участницы боя под Москвой и битвы на Курской дуге не закончились. Обильные осадки и сильные ветра вновь повредили кровлю. Начались дожди опять, сильные дожди. День и ночь шли дожди. Выключился свет, света не было. Света не было. И я сидела несколько дней в темноте, без света. Без света. И вот все время и меня поливали дожди. Дом постройки 50-х годов прошлого века не знал капитального ремонта. Крыша уже полностью прогнила и дыры невозможно залатать, говорят в управляющей компании. Нужны серьезные строительные работы. Потихонечку, конечно, ведем там работы, так называемые страховочные мероприятия. То есть, нами полностью эта кровля очищена. Нами сейчас оборудуются водостоки. Сделаны закладные детали для того, чтобы можно было хотя бы сейчас привязывать маты. То есть, мы купили специальные маты, которые практически сейчас накрывают эту крышу и пытаются спасти квартиры людей от глобального залития. По самым скромным подсчетам, новая кровля будет стоить не меньше миллиона рублей. А на капремонт жильцы могут рассчитывать не раньше 2030 года. Эти сроки можно изменить, но процедура сбора необходимых документов – дело небыстрое и затратное. Буквально сегодня я получила ответ от регионального оператора, который предлагает собственникам провести ремонт, вернее, провести собрание, принять решение о переносе сроков, начать сбор денежных средств уже не по 6,20, а в большем объеме. Соответственно, разработать проектно-сметную документацию за свой счет и после этого обратиться в адрес фонда капитального ремонта. И фонд капитального ремонта рассмотрит вопрос переноса сроков. На какой момент – неизвестно. Возможно, это будет и 2016 год, и 2017 год. Но что делать сейчас, нам ответить никто не может. Предотвратить дальнейшие дожди в квартирах управляющая компания не в силах, признается Виктория Терещенко. Коммунальщики надеются на поддержку властей, а Клавдия Максимовна – на прочность старых конструкций. Пока придет помощь, оцаревшие потолки могут попросту рухнуть.